Меня уже встречают ребята из Роверлаб. Большой привет. Привет. Меня зовут Сережа. Я с Казахстана приехал в Польшу 6 лет назад. Учился в политехнике в Рословской. Сначала был в Кракове, потом переехал сюда, потому что понравился город. Очень много о нем слышал. Один раз съездил, мне очень понравилось, я решил здесь остаться. После этого закончил политехнику в Рословскую. И в момент, когда я учился в политехнике, я встретил моего коллегу, по итогу напарника, с которым мы вместе открыли это дело. Меня зовут Алексей, я с Украины. Я приехал в Польшу примерно 6 лет назад. Поступил в политехнику в Рословскую, закончил ее, познакомился с Серегой. Мне появилась девушка, и мы как-то вместе решили открыть наш совместный бизнес. Ну, я занимался велосипедами еще, когда учился в университете. Мне отец присылал по одной-две штучки. Здесь в Польше? Да, да. Сюда присылал, ты здесь продавал? Да, да, да. С Украины. Обычно люди везут с Польши в Украину. Ну, с Германии везут обычно. Ну, да, а потом еще с Польши везут в Украину. Я находил какие-то дешевые, отец мне присылал. Я их там делал в общежитии, продавал там одну-две штучки, потому что надо было там прожить, проучиться, заплатить. Потом я переехал со своими друзьями уже в дом. И когда мы снимали дом, я уже туда там чуть-чуть больше, 2-3, уже даже ездил по Польше, смотрел какие-то велосипеды, покупал, делал их и продавал. Ну, и потом уже стало понятно, что надо идти выше и дальше, как бы развиваться. Мы задумались о гараже. Уже у меня тогда, к тому времени появилась девушка. Начался карантин в это время. Очень много людей наводило порядков дома. И там всякие разные велосипеды вытаскивали, которые хотели избавиться по дешевке. Я их покупал по Польше. Делал их, ремонтировал и продавал потихоньку с дома. Ну, потом мы сняли гараж. И уже начали в гараже их потихоньку делать, обрастать уже оборудованием, инструментом. То есть у вас в основном это БУ или новые также есть? Тогда это были БУ. Сейчас это БУ и также новые. Их не настолько много, как, например, БУшных велосипедов. Но стараемся понемножку вводить какие-то новые модели. Ну, видно, что клиенты хотят не только БУшные, но хотят новые. Бывают люди приходят покупать БУшные. И мы говорим, можем предложить новые. Они покупают новые. Бывают люди приходят покупать новые. Ну, и говорят, что не могут осилить. И мы тогда предлагаем им БУшные. И то есть это хороший компромисс для них. Меня зовут Екатерина. Я приехала из южной части Молдовы, из Гагаузии. Приехала на основе карты поляка. И через программу НАВА, это народовая агенция Вымяна Академийский, проходила экзамены в четыре этапа. И так получилось, что я прошла еще нулевой курс в Кракове. После этого у меня появилась возможность поступить в любое государственное учреждение Польши. Закончила инженерку в политехнике Врославской на керунку электроэнергетика. И сейчас обучаюсь на магистратуре чеповництва, климатизации. Все мы вместе занимаемся велосипедным делом. Перед тем, как ты нам покажешь, проведешь экскурсию этого помещения, расскажи предысторию. Может, какие-то другие у вас были помещения еще? Мы сняли гараж. Первый наш, он был вообще, находился, так скажем, под бетонными плитами. И мы туда заехали, скупали велосипеды, там их сервисовали, делали, ремонтировали и продавали. То есть это как бы был такой маленький старт. Маленький. Мы думали уже и тогда, что надо магазин, но у нас не было денег, там надо было развиваться. И был такой момент, что мы часто заводили клиентов в гараж, показывали товар, потому что не хотели его выкатывать, велосипедов было много. Но и случилось так, что наш первый гараж обворовали, взломали ночью, вытащили все велосипеды. И мы поняли, что надо менять тактику, абсолютно по-другому работать. Мы уже нашли второй гараж. Меня отец прислал сварочный аппарат, и мы его обварили полностью. Где-то 10-30 замков, не знаю. Много замков, цепи внутри, все усилили гараж тоже. И начали уже оттуда продавать, но мы не стали водить клиентов уже в гараж. Мы начали выходить под какой-то адрес, который был, фиксированная точка. Мы не бегали там с одного адреса на другой. Фиксированная точка, выходили, там продавали велосипеды. Ну и естественно у людей закрадывалась идея, это не ворованные или нет. Ну и мы начали писать такое, понять, как договор купли-продажи. Куда мы вписывали номер рамы, кто продал, какой велосипед, чтобы человек не переживал. Но и тогда стало ясно, что надо уже менять вообще полностью всю форму бизнеса. Потому что тогда это была продажа велосипеда человеку, он уходил с ним. И сервис, покупка аксессория, все остальное он делал где-то там, ну не у нас. И было важно именно вот уже полноценный магазин, где клиент, когда покупает велосипед, потом может приходить много раз опять же к тебе на сервисы, какие-то парады, на обслуживание, покупка аксессория, начали искать помещение. Мы пересмотрели очень много помещений, наталкивались на такие варианты, когда мы смотрим помещение, решаемся поехать, например, к юристу, проконсультироваться, консультируемся с юристом, он говорит, что, например, это не хозяин, это посредник сдает уже, который арендовал. И эта фирма имеет очень много экзекуций, там 35 штук, и скорее всего это будет обман или... Экзекуция это что? Экзекуция это судебный процесс, который идет, точеча над фирмой, который еще не развязан и не решен. То есть, скорее всего, это было так, что они очень много помещений наснимали, потом не платили за них людям, получается, а деньги от людей, которые там находятся, брали, получается. Таким образом наложилось очень много экзекуций. Сама оформление, я не знаю, это, наверное, какое-то тоже хитрое было. То есть, скорее всего, это было для того, чтобы выудить деньги и просто в какой-то момент наложить экзекуцию, которую накладывается от следующего владельца. И, кстати, очень тоже советую обратиться перед съемом помещения к юристу, поговорить с ним, и он объяснит все нюансы, тоже пройти с ним по договору. Вот я как бы закончил университет, я польский знаю, но все равно, тем не менее, я не пожалел там 150 злотых. И, как оказалось, это сэкономило очень много денег. И после этой истории мы поняли, что надо искать помещение, где мы непосредственно будем знакомы с хозяином этого помещения, и он будет владельцем, и мы непосредственно с ним будем работать, чтобы это было без посредников. Мы наткнулись на объявления, это было чуть-чуть дороже, чем все, что мы искали, но мы уже посовещались. Искали вы, какой бюджет вы хотели уложить? Мы хотели вложиться где-то полторы тысячи восемьсот злотых в месяц. Сразу скажу, почему так низко. Мы искали, когда была сильная пандемия, и тогда, казалось бы, очень много людей выезжать, много было помещений на съем. Мы тогда планировали именно тогда искать помещение на съем. Было выгодный момент. Но начинали понимать, что все, что за тысячу восемьсот, даже две тысячи, ну уж очень непонятно все. Как-то серо, непонятно. Начинают давать договор, он тоже непонятный. То есть какие-то хитрости или лазейки. Сложно снять помещение? Ну я бы не сказал, что мы это долго искали, мы быстро нашли. Мы просто в какой-то момент поняли, что надо взять подороже. Я имею в виду, что какие-то мутные договора, какие-то мутные люди, такое встречается. Да, да, да. В Польше. Не скажу, что мы много встретили, но нам одного раза хватило, чтобы понять, что надо по-другому поменять тактику совсем другим. Мы звонили и говорили нам, что мы посредническая фирма, пересдаем. Мы сразу сказали, нет, мы не хотим, нам непосредственно нужен хозяин локала, чтобы мы сняли только чисто у него. То есть нам одного раза хватило обжечься, ну то есть мы даже не обожглись, просто увидели это со стороны и поняли, что надо чуть-чуть поменять. И мы нашли этот локал. Давайте покажу экскурсию, заведу. Да, еще перед тем, как мы зайдем, я хотел спросить, смотри, мы находимся здесь чуть дальше от главных дорог, в таком тупичке. Как вообще люди сюда заходят? Только с объявлений, с интернета? Да, мы ставили акцент на то, что мы всегда торговали с OLX, с Facebook и с сайта. Сайт у нас на самом деле хороший появился, когда мы сюда заехали. И мы все время, когда даже в гараже жили, когда я там жил в общежитии, там с дома продавал, всегда существовало за счет того, что я продавал через интернет. Когда мы искали помещение, мы не преследовали цель брать людей с улицы. Мы преследовали цель иметь помещение, куда человек мог прийти и как бы построить велосипед. Поэтому чем удобна эта позиция, тут довольно тихо. Тут большое место, где можно прокатиться на велосипеде, протестировать. Тут, к примеру, даже вот стоит столик, где можно сесть и себе ожидать велосипед, который мы делаем сейчас на сервисе. Иногда там можем предложить кофе, чай, человек сядет, выпьет и подождет свой велосипед спокойно, потом выйдет, заберет и покатается. То есть хотелось такое тоже место тихое, уединенное, спокойное. Тем не менее клиентов хватает, да? Да, да. То есть сейчас, на сегодняшний день, основная аудитория, она приходит не с улиц. В большинстве магазинов это сайт, OLX, Facebook, работа с интернетом, работа с рекламой. Это, наверное, больше всего важнее. То есть главное нам надо было обеспечить, чтобы человек мог дойти нас, найти. То есть мы с той улицы наклейки делали, роверлап. С этой стороны вот у нас велосипед покрашенный стоит в желтый цвет. То есть как бы вывеска. Но мы будем это еще менять, переделать, делать немножко лучше. Нас то, что мы получили тут, очень нравится. Я, честно говоря, я тут кайфую. Да. Скажи, кто клиенты? Это в основном поляки или украинцы? Я бы поделил аудиторию, ну, в сумме, на три вида. Первое – это русскоговорящие, украинцы, белорусы, казахи, с Якутии, с Сибири, с Молдовы. Русскоговорящие. Второе – это поляки. И третье – иностранцы. Естественно, что русскоговорящие тоже иностранцы, но я их делю отдельно, потому что их меньшее количество. Имеется в виду там испанцы, мексиканцы, шведы, англичане. Ну, то есть в основном очень много аудиторий именно с этих стран приезжает сюда, во Вроцлав. Все, пройдемте вовнутрь. Здесь основной зал продажи велосипеда, который мы привезли, купили, отсервисовали, все сделали. То есть починили, провели тестировку, проверили, покатались. И уже после того, как все велосипед сделано, он выезжает, и мы его вешаем уже на такие вот стоечки. Эти стоечки мы делали абсолютно сами. Это была самая простая конструкция, которую только можно было придумать. И быстро, чтобы развесить велосипеды наверх. Потому что когда у нас не было конструкции, все стояло внизу, явно стало понятно, что не хватает места. Мы и тогда планировали завешивать их наверх, но сейчас надо было это делать очень быстро. Сварили, поставили. У меня отец помог, мы нарисовали, спроектировали это как конструктор лего. И собрали вот такие вот стойки. Тут довольно много сейчас велосипедов помещается, и можно даже еще добавить штук 5-6. Здесь в основном БУ стоят, да, велосипеды? Но есть перемешанные. К примеру, вот этот вот велосипед, он абсолютно новый. То есть мы собирали его абсолютно сами. Абсолютно. У нас была новая рама, новые запчасти, и мы его собрали полностью с нуля. Вот такой вот велосипед тоже. Купили абсолютно новую раму и собрали с нуля. Абсолютно. То есть новый велосипед, но собирался ручная сборка. Вот это уже готовый новый велосипед был куплен в Германии. Вот тоже новый. К сожалению, мы их перемешали, поэтому они иногда теряются. Опять же скажу, что люди приходят по объявлению, и уже общаясь с клиентом, я понимаю, что он хочет. И тогда уже веду конкретно к тому велосипеду, который ему подойдет. Вот я начинаю вытягивать велосипеды на улицу, потому что он поймет только в том случае, когда поездит. То есть он заходит, и в основном это всегда так, что пять велосипедов мы показываем, и на пяти велосипедах он катается, и он понимает, на каком ему удобно. И начинает уже тогда задумываться о покупке. Здесь мы, грубо говоря, сервисуем велосипеды, сервисуем отдельные запчасти велосипеда. У нас для этого есть каждая своя стрефа. То есть где-то у нас сервисуются только колеса, где-то сервисуются отдельно, допустим, именно приводные элементы какие-то. Ну и в основном на стойках у нас висят велосипеды. Как и в каждом сервисе, как и в каждом гараже, как и в каждом производстве, есть специальная доска с инструментами. Она непростая. Здесь есть помимо обычных инструментов, типа вот таких вот ключей, есть еще специальные нетипичные инструменты. Что-то, например, вот такого. Это идет для снятия конуса, который идет здесь на вилке. То есть такие нетипичные инструменты, которые, допустим, в обычных ситуациях, в обычных условиях, например, человек, который не знает, как правильно сервисовать велосипед, то он бы просто снимал это молотком и отверткой. Но для этого есть специальные инструменты, чтобы не повредить раму. Если, допустим, у нас идет какой-то карбоновый велосипед, то, естественно, молотком уже не ударишь, потому что любой боковой удар, и карбон ломается. Соответственно, мы приобретаем такие инструменты. Для каждого своего действия есть отдельный инструмент. Иногда они очень дорогие, поэтому иногда могут быть цены на услуги достаточно дорогие, потому что люди не знают, с какими инструментами мы работаем. Как и в каждом сервисе, у нас есть свой набор инструментов, набор разных ящичков с маленькими элементами, то есть тормозные какие-то элементы, шайбы, прокладки, подставки и все остальное. Например, вот это для гидравлики идет у нас, зашлепка, чтобы гидравлические тормоза не протекали. Например, здесь у нас идет мойка для наших приводных запчастей, то есть человек приходит на какую-то промывку, допустим, привода, то мы не пользуемся, например, жадным бензином, потому что раньше, когда мы только открывали сервис и были еще в гараже, то у нас не было таких денег, чтобы заказать себе такую мойку. Мы пользовались водой, бензином, ВД-40 и еще какими-то элементами. Дальше я могу перейти к этим шкафам. То есть мы их покупали в строительном магазине, Кастерама ОБИ. Эти шкафы, они очень прочные, надежные, выдерживают до 200-300 килограмм. На них мы держим просто все наши, грубо говоря, инструменты, все наши запчасти, то есть, например, такие троса. Это очень важный тоже элемент, и мы все стараемся здесь держать на видном месте, чтобы можно было в любой момент подойти, откусить и использовать для своего действия. Также оригинальные какие-то элементы, новые, бэушные, то есть все у нас здесь есть. Наверху мы сделали специальную конструкцию металлическую для колес. Чтобы у нас колеса не стояли где-то в каком-то хаотичном порядке, то есть мы их специально завешали на эту систему, систему придумывали сами, сами проектировали, сами все это дело варили и прикручивали. То есть делали все для нашего удобства, и чтобы это не мешало творческому процессу сервиса. Здесь у нас идет становиско для нашего сервисанта, то есть в этом моменте мы можем сервисовать колесо. Именно здесь сейчас проходит центровка колеса. Специальное тоже оборудование для этого используется. Естественно, раньше, когда не было ничего, не было никакого оборудования, мы центровали на глаз, то есть просто брали какую-то, не знаю, там стяжку пластиковую с двух сторон, как-то подкручивали. У меня был один ключ на весь, грубо говоря, гараж-сервис. И я старался по три, по пять часов и водил одно колесо. Иногда это было очень сложно. Можно было потратить уйму времени. Сейчас я трачу пять-десять минут максимально. То есть если колесо не поддается уже сервису, а есть такие колеса, которые не поддаются сервису, то есть есть колеса, которые были ударены, ну не знаю, вадофабричная, там какая-то, что на фирме неправильно отлили этот материал, и он после какого-то момента просто начинает портиться. То есть колесо некоторые, они не подлежат восстановлению. То есть есть такие колеса, которые невозможно отцентрировать. Естественно, мы об этом сообщаем человеку и сразу же предлагаем варианты, как можно это поменять. То есть либо поменяем колесо, либо поменяем обод, потому что занимаемся тоже спецовкой ободов. Все решается, тоже это не стоит космических денег и не идет космическое время на работу, потому что мы стараемся, наша главная цель – это как можно быстрее порадовать клиента готовым велосипедом. То есть мы стараемся где-то тратить меньше, чем 24 часа на сервис. То есть у нас, грубо говоря, такая установка, это наша фишка. То есть обычно на сервисах идет как? Обычно сервисы во Врославе, по крайней мере, я во Врославе замечаю, очень сильно на сервисах, очень долго ждать велосипед на сервис. То есть вы приходите, вам говорят, ну, через неделю подойди и спроси, допустим, когда есть доступный термин. У меня появились много вопросов. То есть почему так долго? Я открыл магазин, открыл сервис, смотрю, и мы можем сервисовать быстрее. Мне интересно, почему не сервисуют так быстро? И когда я спросил… У меня есть очень-очень много людей. И когда я спросил у человека-поставщика, который нам поставляет наши запчасти, вот эти новые, оригинальные, он мне сказал, что дело не в том, что много заказов. Дело в том, что сервисанты, которые работают на сервисах, они получают зарплату в час. Не все сервисы устанавливают свою оплату труда, вот, например, от выработки. Потому что у нас стоит зарплата труда от выработки. То есть мы сделали велосипед, отдали человеку, человек заплатил, и мы с этого процент, имеет человек, который сделал этот сервис. А в других сервисах есть, например, так, что на неделю оставлять велосипед на вымяну камеры, например, в колесе. То есть я очень удивился и спросил, и мне поставщик отвечает, что дело в том, что сервисанты работают в час, им нет смысла торопиться с сервисом. Они просто лениво ходят по сервису, бродят, крутят колесо, могут походить, посмотреть, какого производства ключи. То есть они пьют кофе, ходят, курят. То есть у них все работает на час, и поэтому они особо не торопятся. И когда я зашел на сервис, я даже решил сам протестировать, сколько долго мне будет стоить вымяна камеры. То есть сколько долго я буду ждать. Я прихожу, спрашиваю, вот я хочу камеру поменять, пробил колесо. Мне говорят, через три дня можем вам поменять. Если хотите, можете оставить. Я спросил, почему? Они говорят, большое количество заказов. Но я вижу по состоянию их сервиса, то есть у них не магазин, у них только сервис, у них стоит 4 или 5 велосипедов. И это было очень так, ну, с одной стороны смешно, потому что вымяна колеса, вымяна именно камера, она занимает буквально 5-10 минут. То есть есть специальные ключи, спускается камера, снимается резина, камера вытаскивается, закладывается новая, запускается резина, и все. И все готово. Ну и накачивается, естественно. Поэтому мы себя позиционируем как самый быстрый сервис во Врославе. То есть 24 часа – это прям максимум, если у нас есть все запчасти. Здесь у нас есть специальные установки, они не доделаны до конца, то есть мы еще не отштукатурили, не доделали именно визуальную часть. Но мы здесь придумали такую систему, как сэкономить пространство и одновременно дать место на велосипеды, которые мы хотим сервисовать или которые идут к сервису. То есть у нас очень много было проблем, потому что у нас все лежало на земле. Поэтому мы решили строить наш сервис вверх и подняли все наши устройства вверх. То есть колеса, велосипеды висят, на стене инструменты именно, какие-то, допустим, здесь резина, какие-то полки сделали, то есть какие-то крючки. Именно все вот это стало строиться вверх и появилось очень много пространства для сервиса. То есть в данный момент на сервисе могут спокойно работать и находиться 3 человека. И это прям при самой большой загруженности, когда здесь все забито, здесь все забито, то есть здесь какие-то велосипеды еще на сервисе стоят, например. То есть у нас очень много стало пространства. Больше пространства маневра, и можно быстрее все это делать. Огнетушитель, аптечка и всякие инструкции. То есть они необходимы. Мы без этого не могли ни в коем случае создавать сервис, потому что в каждом сервисе имеются свои вымогания, свои потребности, свои требования от именно правительства. То есть правительство говорит, нужно поставить гачницу, потому что вы работаете с опасными материалами. В нашем случае какие-то опасные материалы, это та же ВД-40, например. Это опасный материал, если попадет какая-то искра, может загореться. Естественно, мы это предотвратили, именно соблюдая все нормы предосторожности, поставили огнетушитель, аптечку. Также у нас есть охранная система. То есть из-за того, что у нас была проблема с тем, что нам вскрыли гараж, естественно, мы после этого помешаны и просто на безопасности. Камера есть наружу. То есть снаружи есть камера одна, которая именно снимает главный торцовый вход. Вход у вас только один, да? Вход только один, да. У нас второго входа нет. Мы боролись за то, чтобы было два входа, потому что с одной стороны идет доставка, например, с другой стороны уже выходит готовый товар. Но так получилось, что у нас выпало именно вот это вот помещение, и мы решили его так оставить. Потому что у нас здесь две камеры на территории, то есть одна камера идет здесь, именно на вход, а вторая камера идет на арку и на вход туда, в другой двор. Ну и самое главное, это наша таблица задач. То есть если, допустим, я сегодня работаю, а завтра у меня выходной, то я могу оставить задачу на завтра, и наши ребята, приходя с утра, это все видят и могут выполнять задания, которые у нас на сегодня. Катя, какая форма деятельности у вас здесь? Это спулка, это деятельность едно-особого? Мы открыли самый упрощенный вид деятельности, это едно-особого джуальнич-господарча. Она основана на том, что благодаря тому, что есть карта поляка, есть возможность открыть эту деятельность в этом направлении. И когда мы открывали, мы воспользовались льготой, которая называется «Ульга на старт». Мы оплачиваем первые 6 месяцев только за обеспечение здравотное, не включая обеспечение социальное. И эта квота выносит 381 злотых и 81 гроши. И когда мы регистрировались, то есть мы регистрировались через интернет, бесплатно, быстро, и регистрировались, указывая форму податкования, заполняя формуляж ЦДГ-1. Форма податкования у нас изначально была на огульных засадах, это 17%. Мы оплачивали разницу между приходами и затратами. А потом в июне этого года мы перешли на «Решелд», который составляет 3% от дохода. Когда получается… «Решелд» — это как по-русски сказать? Это единомременная выплата. Вот я так это понимаю. То есть ты не можешь кошты списать, да? Все, что ты как бы закупы делаешь, тратишь там топливо, запчасти покупаешь, ты не можешь списать ничего. Нет, это не требуется бухгалтерского счета, то есть не требуется ввести в этот момент. 3% платите от дохода, да? Да, от дохода. Эти велосипеды — это все европейские, тут нет китайских у тебя там, какие-то модели или тоже могут быть? Так, если мы говорим о бушных велосипедах… Да, если о бушных. Если говорим о бушных велосипедах, мы их покупаем в Германии. То есть не лично мы, есть люди, которые катаются очень много… То есть есть поставщики бухгалтеров в Германии? Да. С Германии, Голландии, Швеция, Дания. Есть один велосипед даже с Канады у нас. Но он был привезен с Германии, он просто туда тоже попал. Италия, редко Франция может быть. Мы уже проводим качественный сервис, проверку, оценили техническое состояние, поняли, что-то надо поменять, поменяли, прокатались, поняли, что что-то не так, опять поменяли запчасти. То есть привести его до состояния готовности. В самой Польше покупать бушные велосипеды тоже можно. Но качество этих велосипедов очень плохое. Поляки не сервисуют свои велосипеды, не делают пшекленды, не следят за своими велосипедами. Это считается самой некачественной велосипедой. Но и не без того, что иногда из Европы приезжают такие же велосипеды, где человек не следил. Но зачастую в основном в Европе человек следит. В Германии обязательно делать технический осмотр велосипеда хотя бы два раза в сезон. Это минимально. И люди это делают. Как насчет того, что велосипеды могут быть ворованы с Германией или с Польшей? Нет. Потому что, например, объясню на примере Швейцарии, каждый велосипед в Швейцарии имеет страховку. То есть дается специальная белая наклеечка, которая наклеивается где-то здесь, либо на велосипеде. И когда уже начинаются какие-то проблемы с велосипедом, он обращается в сервис. И сервис ему насчитывает, например, 200-300 франков на сервис. Велосипеда надо отдать. И он понимает, что он может доложить 150 франков и купить себе новый. Он берет лист такой, где его выполняют на сервисе, идет в страховочную службу, ему возвращают деньги. Он берет себя, покупает новый велосипед, этот отдает в сервис. Потому что сервис занимается утилизацией так называемых велосипедов и утилизирует их. Ну, утилизирует каким образом? Это все уезжает в Польшу, мы тут покупаем. Как происходит в Германии? В Германии, к примеру, приезжают на сервис велосипеды, и зачастую бывает так, что велосипеды какие-то не забирают. Либо человек просто хочет отдать свой старый, купить новый, и он его должен отдать на утилизацию. Например, еще есть такой случай, что были велосипеды, найдены полиции, потом их помещают в специальный схрон и ждут, когда придет хозяин и заберет его. И согласно законодательству, они должны его продержать, если не ошибаюсь, год, где-то около 12 месяцев у себя в схроне. И если человек не возвращает, он тоже должен поехать на утилизацию. Например, в Голландии, как это работает, ездит специальная служба, которая вешает табличку на велосипед, что если это ваш велосипед, вы катаетесь на нем, снимите табличку или пометьте, пожалуйста, что вы им пользуетесь. Если видно, что никто не приходит за этим велосипедом, не катается, ничего, то тогда этот велосипед срезается и увозится тоже на утилизацию. Чехи покупают, поляки покупают, румуны покупают, турки покупают. Чехи дают документ, что они продают тебе, да? Да, я официально. Ты даешь документ, когда продаешь клиенту. Да. То есть клиент застрахован, что... Да, мы когда продаем велосипед, мы пишем договор купли-продажи, где вписываем номер рамы. А номер рамы, он где-то скрытый или нет? Сейчас покажу. Сейчас покажу. Он не скрытый. Он находится в основном зачастую снизу. Ага, никогда не видел. Ага, вижу, вот. И я так скажу, что до Второй мировой войны в Польше каждый велосипед должен был быть зарегистрированный в полиции. Но после Второй мировой войны отошли от этой нужды. Уже никто не регистрирует велосипед в полиции. Но во Врославе я считаю, что регистрировать велосипед очень важно, так как во Врославе большая пандемия, очень много воровства. Что странно, если приехать в маленький городок, например, Болеславец, велосипеды стоят на улице неприкованно. То есть можно даже идти просто по дорожке, он прям посередине дороги будет стоять. То есть город очень маленький, каждый друг друга знает и нет вообще нужды. То Врослав, это в основном пандемия всех больших городов, таких как Варшава, Краков, Гданск, там воруют очень сильно велосипеды. Поэтому я очень сильно призываю тоже людей, которые ездят на велосипедах, регистрировать. Что значит регистрировать? Как эта процедура выглядит? Процедура как выглядит? Я со своим БУ велосипедом еду в полицию регистрировать его? Да. И скупчей, что я купил его? Смотрите, вы когда приходите покупать велосипед в магазине, вы должны попросить договор купли-продажи, в который впишут именно номер рамы, который я показал на этом велосипеде, на этом примере. И если это будет не магазин, а, к примеру, частное объявление, вы приехали покупать у кого-то с рук, тоже обязательно надо попросить документ купли-продажи, что я у вас покупаю велосипед, впишите номер рамы, он должен обязательно вписать такие данные, как имя, фамилию, ПСЛ, номер доводу. Свои данные, как продавец. Да, да. И я как покупатель должен тоже вписать свои данные, чтобы залегитимовать, что я являюсь его легальным хозяином. Я когда вписываю эти данные, приезжаю домой, нахожу, какая ближайшая плацовка возле меня есть, например, это там 15 минут ходьбы от моего дома. Звоню туда и спрашиваю, а когда, какой день регистрации велосипеда? Плацовка полиции. Да, да. Мне говорят, что это пятница, я прихожу в пятницу, захожу с велосипедом, с договором купли-продажи и говорю, можно, пожалуйста, зарегистрировать велосипед? Они говорят, да, хорошо. Эта процедура занимает от 10, максимально до 20 минут. Максимально. Они вписывают номер рамы в базу данных, также они дают специальную наклеечку, которая клеится на раму, которая имеет, она примерно будет вот такая вот, она имеет свой символ защищенный, тоже такой, как на акцизах, может, знаете, серебристый, так же самая эта наклейка, и они вписывают еще один номер, который сами генерируют в базе данных. И вот эта вот наклейка, она не спасет до конца, она спасет от любого аматора, который проходит, видит велосипед, ему понравился, то есть человек, который близок к соблазну, то есть для того, чтобы украсть, и эта наклейка, она спасет именно в этот момент. Если же оставить ночью велосипед во Вроцлаве, хороший, не в сильно людном месте, то даже, к сожалению, наклейка такая не спасет, и даже не спасет замок. Ночью все велосипеды во Вроцлаве надо прятать. Ночью даже по подвалам лазят, вскрывают подвалы, да, и выбора нет. Есть еще хорошая опция, например, сделать страховку. Есть такая вещь, я делал страховку на просто вещи свои, на телефон, на велосипед, на ноутбук. Она стоила мне примерно 130 злотых в месяц, и таким образом можно тоже сделать с целью страховки велосипеда. Опять же, нужен договор купли-продажи с номером рамы, где будет указана также и цена, нужно акт, что человек обратился в полицию, и после этого можно от такой страховочной службы узыска Ачпененза, то есть возврат денег. То есть, как бы тут, как бы со всех сторон надо иметь договор для того, чтобы себя убеспечить. Скажи, регистрация в полицию обязательно или нет в Вавроц? Не обязательно. Не обязательно. Это не обязательно вещь. Ну, к примеру, если украдут велосипед, его продадут на Улыксе где-то, и есть шанс, что человек, который будет покупать велосипед, не зная о том, что он ворованный, захочет его зарегистрировать. Он захочет, потому что он знает, что есть проблема. Он придет в полицию регистрировать, и тогда поймут, что этот велосипед был зарегистрирован, у него его забирают и отдают вам и возвращают. То есть, если он зарегистрирован, это уже 25% того, что его найдут. Тоже советую покупать всегда замок в виде буквы У. Он так и называется в Польше УЛОК. УЛОК. То есть, он считается одним из надежных. То есть, если смотреть какие-то другие варианты, то они менее надежные, чем УЛОК. То есть, очень важно. Он защищает велосипед лучше, чем какие-то другие. Например, есть такие линки, соплойка пластмассовая. Они не годятся к защите. Тросики тоненькие. Ну, тут вот есть замок. Мы посмотрим, какая тут толщина этой цепи, очень маленькая, и какая толщина здесь. То есть, это вот пруд стальной, толстый, и какой тут тоненький. То есть, если сравнить. Естественно, что что-то такое перекусить очень легко. В основном, наши запчасти идут от поставщиков, которые работают с оригинальной, с настоящей фирмой Шимана, именно которая в Польше, дистрибьютор. И мы стараемся у них покупать, потому что они выписывают фактуру, они выписывают нам чеки. То есть, мы полностью как бы легализировали приемку запчастей, и их потом в последующую продажу, чтобы у нас все было стерильно, чисто и красиво. И этих запчастей все меньше и меньше приходит, но из-за того, что мы в какой-то момент поняли, что надо закупать больше, потому что иначе не будет вообще ничего, поэтому мы закупили больше. И сейчас у нас всего в достатке, оригинальные запчасти, мы можем спокойно работать, и сервис будет бесперебойный. Цены примерно на услуги, на ремонт? Если начинать от самого простого, например, вымя на... Можешь вот показать на велосипеде, например. Допустим, вот здесь вот вымя на камеры в этом велосипеде, неважно, это будет 26-е колесо или 29-е, вымя на камеры стоят 15 злотых. И это делается в течение 50-ти минут. Делается абсолютно быстро, человек заходит, мы скидываем сразу колесо, спускается резина, выкидывается старая камера, которая пробита, закладывается новая, и колесо ставится на место. Стабильный тариф это 30-35 злотых вместе с ценой камеры самой. То есть это вообще небольшие деньги, если человек требуется аварийная какая-то помощь, то цена достаточно приятная, и это делается достаточно быстро, поэтому какие-то аварии, когда случаются срочно, например, так же само в субботу или в воскресенье, когда другие сервисы закрыты, наш сервис открыт, и люди, которые просто ищут где-то сервисы в гугле, то они находят нас. Что еще чаще всего ломается, кроме того, как пробиваются колеса? Пробиваются колеса, все еще люди приходят. Меняется всегда цепь, потому что цепь это самый быстро портящийся элемент. Она растягивается? Она растягивается, да, есть специальный даже ключ, который измеряет растяжение цепи, он выглядит вот так, то есть здесь у нас есть растяжение 50% и растяжение 100%. И когда мы прикладываем, например, к колесу, мы прикладываем это оборудование и видим, что у нас в этом месте этот язычок не входит. То есть здесь есть специальные деления, которые показывают, в каком месте находится растяжение цепи. То есть если мы возьмем какую-то бушную цепь, то этот язычок может, например, как-то вот так вот упасть. Например, вот так. Но это уже не нормальная цепь, не хорошая, она уже использована, то есть здесь уже какие-то есть проценты своего как бы растяжения. И сколько будет стоить заменить цепь? Естественно, новая цепь должна быть ваша. Цепи у нас есть разные, да, то есть есть какие-то такие бюджетные цепи, все-таки мы находимся немножко в бюджетном районе, иногда люди хотят быстро, дешево и чтобы без всяких проблем. То есть самая дешевая цепь, которая у нас есть, это 30 злотых, и замена такой цепи стоит 30 злотых. То есть, грубо говоря, 60 злотых, у вас новая цепь, она полностью подгоняется под размер привода, потому что просто поставить цепь на привод, это не значит поставить цепь правильно. То есть цепь еще нужно отрегулировать по длине. Тоже есть специальные методы, как отрегулировать цепь по длине, потому что, например, один из методов это выставление цепи по диагонали, и когда выставляется цепь по диагонали, мы смотрим, насколько она натягивает переключатель задний. Когда она натягивает переключатель задний так, чтобы он в натяжку давал эту цепь, то это значит, длина цепи адекватна. То есть это можно еще допустить, Если же, например, в этом случае отрегулировано хорошо, если же, например, этот переключатель заваливается сильно внутрь, и цепь болтается и задевает этот переключатель, значит цепь отрегулирована неправильно. То есть, каждые вот такие вот маленькие нюансы, они как бы говорят о том, что тут чуть-чуть нужно подрегулировать, здесь нужно подрегулировать, поэтому самосервис не всегда хорошо. Люди иногда думают, что вот у меня, например, есть вот здесь мисочка, я хочу поменять амортизатор, я купил амортизатор, я поменяю себе мисочку. И из-за того, что нет возможности приобрести какой-то дорогой инструмент, который будет именно помогать качественно снять эти миски, то человек может, например, ударить молотком и отверткой, снять эту миску и нечаянно, например, повредить раму. Если повреждается рама, рама идет, грубо говоря, на мусор, потому что раму уже не восстановить, именно варить эту раму нет смысла, то есть алюминиевые рамы, они после трещин, они очень-очень-очень становятся слабые, то есть именно структурная вот эта вот составляющая рамы, она пропадает и становится намного-намного мягче, то есть, грубо говоря, после сварки какой-то хороший прыжок, и рама в том же месте или рядом может треснуть. Хорошо, тормоза. Тормоза именно... Это тоже расходники, да, которые часто... Да, это расходники, тоже есть разные типы тормозов, то есть есть тормоза Fall Break, именно которые вот тут вот тормозят обод, и есть тормоза дисковые. В данном случае на этом велосипеде заинсталированы тормоза дисковые гидравлические, то есть они идут на масле, именно по этому проводу идет у нас жидкость. В данном случае это минеральное масло, Shimano оригинал. Мы сюда, допустим, вливаем масло, здесь есть специальные корки, которые открываются, заливается масло и прокачивается вся система. То есть если масла нету, или это масло, допустим, в переизбытке, то, допустим, колесо может не тормозить. Если масла не хватает, то эта ручка будет проваливаться. Все достаточно просто. Единственная проблема возникает именно с прокачкой таких тормозов. Как надежнее на тросики или на масло? Мнение делится. Мнение именно делится. Я сколько спрашивал у людей. Некоторые люди говорят, что именно вот Fall Break система хорошая. Но по моему, допустим, опыту, я вижу, что система Fall Break, она одновременно и хорошая, и одновременно плохая. Почему она хорошая? Потому что она дешевая в обслуживании. То есть чтобы поменять полностью систему тормозов вперед-зад, это стоит 40 злотых и плюс работа 20. Ну, допустим, за монтаж именно. Монтаж и регуляция. Если же менять дисковую систему, цены вообще недорогие. Если же менять дисковую систему, то один диск может стоить 50 злотых. 50-100 злотых в зависимости тоже от качества этого диска и от самой системы. То есть именно я не говорю сейчас про облачки, не говорю про троса, не говорю про ручки. То есть гидравлическая система – это отдельная тема. Они очень дорогие. И из-за того, что сейчас дефицит именно с заводом Малайзии, потому что завод Малайзии сейчас закрылся, и гидравлическая система сейчас не будет поступать вообще в Польшу, потому что сейчас карантин и все дела. То есть мы сейчас монтируем систему Zoom в эти велосипеды. Она тоже очень проверенная. Это, грубо говоря, как прототип такой Шимана. Тоже очень хорошая система, ну и гидравлическая, естественно. То есть люди сейчас хотят безопасность, быстрое торможение, хорошую реакцию. То есть если я сейчас спущу колесо и легко дотронусь до ручки, то оно тут же остановится. Естественно, на весу это одно, в движении это будет ощущаться по-другому, но все равно от производительности этих тормозов лучше мы ничего не найдем. Если говорить о тормозах дисковых, они дорогие, но они хорошо тормозят. Если говорить о фоу-брейках, они дешевые, но они недолговечные. То есть любое сцентрирование колеса, система фоу-брейк перестает работать, потому что она идет на вот таких вот, грубо говоря, колодках, которые стягивают обод. В момент торможения обод стягивается. Если обод расцентрированный, то в момент обычной езды этот обод может задевать просто об эту колодку, и она перестает какой-то момент тормозить. Я нажимаю на тормоза, и она сжимает именно сам обод. То есть если колесо сцентрируется, то вот эти вот колодки перестают правильно работать. Если же дисковая система, то дисковая система, центрирование колеса не влияет на дисковую систему, потому что диск идет отдельно именно от обода. Считаем, что лучше, конечно, монтировать самые хорошие тормоза, но иногда, когда идет бюджетная версия велосипеда, то мы ставим фау-брейк, и после хороших регуляций фау-брейка, если держать его в хорошем состоянии, то он будет очень-очень долго служить. То есть именно нужно главное – сервис. Люди думают, в следующем сезоне, через два сезона, сейчас что-то мне не хочется, ну, не сильно горит. А потом по итогу выходит, что в этом сезоне, в котором нужно было бы сделать сервис, человек бы мог потратить 100 злотых, но в следующем сезоне он бы не платил 400 или 500. Потому что если подождать один сезон и прийти на следующий, и все это время ездить, то привод велосипеда, он может просто износиться. Из-за того, что он износится, то в следующем сезоне в имяно-цепи не поможет. Хочу призвать людей к тому, что когда вы покупаете велосипед с рук у кого-то на OLX, либо у друга, обязательно проверьте, пожалуйста, велосипед. Нам часто клиенты обращаются, что купили велосипед, надо сделать какой-то сервис, и потом это выходят очень большие кошты. Да, на что нужно смотреть? Первое, надо обратить внимание, взять колесо переднее и сделать движение вперед-назад. И при таких движениях вы почувствуете, есть ли шат на подшипниках или нет. Будут отчетливые стуки. Если вот сейчас я шатаю, нет ни одного стука, то там в основном уже в уживанных велосипедах будут появляться стуки. Это говорит о том, что надо, во-первых, обслужить втулку. Либо по-польски это называется пяста. Ее обслужить, поменять смазку, шарики, либо ось. Это все будет уже в зависимости от того, насколько сильный шат. Так же самое, такой же шат надо проверить и на заднем колесе, схватиться за него. Скорее всего, на заднем чаще всего выступают эти шаты, люфты, потому что человек сидит на сидении, большая масса приходится на заднюю часть колеса. Он съезжает, спрыгивая с кромочника, либо бордюра, не привстает, как бы не щадит это колесо, и могут появляться лузы. Это надо и внимательно за этим следить. Надо проверить, расцентрированные колеса у велосипеда или нет. Мы берем, крутим и смотрим вот сюда по зазору. То есть тут можно заметить, что буквально минимальный какой-то есть, и это допустимо. То есть минимальное расцентрирование колеса. Если будет сильное расцентрирование колеса, вы заметите, будут тормоза ходить вправо-влево. Они будут ходить вправо-влево из-за того, что обод будет задевать правую сторону, левую. Так же самое надо это проверить спереди, на переднем колесе. Это тоже немаловажно. Есть ли какие-то биения. Внимательно надо следить именно за ободом, не за резиной. Потому что резина может быть отлита криво, либо установлена плохо. Надо именно смотреть сюда. В этом месте, где колодка, на этот зазор между диском. Надо сразу взять и проверить, работает ли вилка или нет. Обязательно, кроме того, что проверили, работает ли нет, надо зажать передний тормоз. Так легче всего. Зажимаем передний тормоз и нажимаем на вилку. Смотрим, работает или нет. Второе, посмотреть, если есть блокировка, нажать ее, попробовать, работает ли блокировка или нет. То есть так же самое отблокировать и посмотреть. Если есть регуляция, покрутить ее. Зачастую эта регуляция, она не работает. Это как бы не будет влиять в будущем на езду, но вы уже будете знать, что регуляции у вас нет. Что следующее надо проверить? Очень внимательно надо смотреть велосипед на трещины. Это очень важно. Рама – это сердце велосипеда. Если мы найдем трещину, такой велосипед нельзя покупать. Чаще всего трещина встречается в этом месте. Это идет такая ниточка, которая идет от верха до низу. Она довольно здесь встречается, в этом месте встречается. В принципе, вот этот узел, это часто подверженный на трещины. Этот узел максимально часто подвержен на трещины. Тут зачастую заезжаем на бордюр, не успели поднять колесико, ударили об бордюр. То есть постоянно тут идет максимальное давление в этом месте спереди, если говорить, и тут всегда появляются какие-то трещины. Также трещина может появиться в вот этом вот месте, где кареточный узел, где ставится суппорт по-польски. Вот тут может трещина появиться. Это реже всего встречается, но такой случай я видел в своей жизни. Есть еще один момент. Когда велосипед очень маленький, очень маленький, человек хочет максимально вытащить трубу, чтобы повыше сидеть, он берет, вытаскивает трубу максимум, несмотря на то, что есть минимум. То есть в этом трубе написано минимум, то есть обберут, вытаскивают максимум. И устанавливают буквально сантиметр-два максимум и зажимают. И когда ездят, появляется трещина в этом месте, либо на шве сварном, либо на этом месте. Еще бывает искривление этого места. То есть это тоже очень важно проверить. Это важный момент. Потом надо просто посмотреть, есть ли люфт на руле, на рулевой колонке. Мы зажимаем опять же передний тормоз, прикладываем руку сверху и делаем шат вперед-назад, так скажем. Пытаемся ехать вперед-назад, постоянно такие поступательные движения вперед-назад. И вы пальцами почувствуете, есть ли люфт в этом месте или нет. Так же самое его надо проверить снизу. Приложить вот так вот пальцы и проверить. То есть это не услышать, но почувствовать пальцами, ощущать это можно. То есть это сразу проявит себя, есть ли там люфты или нет. Следующее, естественно, надо посмотреть, есть ли люфт на суппорте. По-польски суппорт, на русском языке каретка. Надо установить педаль, вот одну вниз, другую вверх. Делать движение, выгибание туда-сюда, вперед-назад, чтобы проверить, есть ли люфты или нет. То есть зачастую, если суппорт не менялся никогда, за 10 лет, за 5 лет, за 3 года, вы сразу будете ощущать, если за велосипедом не следили, это можно делать в любой плоскости. Проверять, есть ли люфт или нет. Также надо проехаться, есть ли треск во время езды. Бывает так, что на правую педаль, нога правая обычно сильнее, чуть-чуть сильнее надавливаем, и слышно такой треск или хруст. Это говорит о том, что там много песка, и между шариками находится этот песок. Песок это корунт, и отчетливо слышно, как он трещит, ломается во время езды. То есть сейчас, во время кручения, очень все тихо. Это новый велосипед или БУ? Это велосипед БУ. Но ездил очень мало. Например, если построить сзади на обод, у него нету даже затертостей сильных. Спереди чуть-чуть есть, если сравнить, спереди чуть-чуть есть. То есть он где-то просто стоял у кого-то в подвале, в Германии, особо не ездили. Вот как бы его потом привезли сюда, в Польшу. Сколько такой велосипед может стоить? От 1200 до 1400 злотых, если мы говорим о этом. Почему? Потому что в этом велосипеде сзади находится переключатель Шимана Дуоро, также самый передний находится Шимана Дуоро. У него сзади идет кассета на 9 скоростей, спереди идет шатунный механизм Трувати, монетки идут Шимана Дуоро, переключатели. Тоже это довольно качественное оборудование. Это из лучших, да? Да, да. И само состояние этого оборудования очень хорошее, и это оборудование служит очень долго. То есть это качественная сборка. Имеет ли значение год производства велосипеда? То есть вот это какой год производства? Этому велосипеду около 6-7 лет. Но на нем не ездили. Это считается нормально? Да. 7 лет? Да, да. Это абсолютно нормально. Есть такое понятие, что если велосипед много ездили, очень много, то по нему будет видно, что это сильные царапины, удары. Например, можно еще наблюдать такое, что смотрим сзади и смотрим щель между, так называемую, вот это называется часть дропаут, между дропаутом и колесом. Если щель одинаковая, то это говорит о том, что перья задние, они не разъехались во время езды. То есть мы когда ездим, прыгаем, они не разъезжаются. Например, может быть такая ситуация, можешь мне поменять здесь, как будто бы... Например, вот так вот криво можно. То есть будет два варианта. Вот мы проверяем и смотрим. Криво зажато, да? Смотрим, есть ли расстояние, и мы видим, что тут расстояние, например, маленькое, тут даже палец тяжело пролазит. А с другой стороны, будет ситуация такая, что расстояние больше, уже палец пролазит без проблем. Либо это говорит о том, что нарушена геометрия рамы, либо кто-то сделал ошибку при установке колеса и надо раскрыть лок-аут, шибку замыкач, установить, надавить на заднее колесо и тогда уже зафиксировать. То есть может встретиться такой велосипед, именно старый, который 5-6 лет, который постоянно пользовали, каждый день. Каждый день ездили. И у него рама становится мягкой. Как проверить, мягкая рама или нет, мы должны установить педаль в нижнюю часть, зажать тормоз, опять же любой, и начать нажимать. И мы смотрим, что она пружинит и возвращается назад. То есть... Это значит мягкая или не мягкая? Нет, нет. Когда она возвращается назад, есть упругость рама. Есть упругость. Бывают случаи, когда мы берем, надавливаем на велосипед, он прогнулся и остался так. И приходится подойти с другой стороны быстренько и назад нажать, чтобы оно вернулось и отставить этот велосипед. И все. Как бы вот так вот. Бывают настолько мягкие алюминии попадаются, что просто уже нет смысла ездить. Он мнется на ходу. Хорошо. Вы, когда покупаете у поставщика, вы выбираете или вот то, что... Нет, выбираем. Ты вот так выбираешь велосипед. Да, да. Есть очень много других подводных. ты не берешь. Да. Оцениваю, сколько будет стоить инвестировать туда, купить шатунный механизм, супер, цепь. Все велосипеды, которые мы привозим, просто меняются и не спрашиваются. Зачем? Просто меняется. Закон. Закон. Поменять цепь, педали, тормозные колодки, троса, панцири. На некоторых не всегда, но сразу меняются ручки, потому что они обычно стертые, липкие. Резина зачастую тоже меняется. Сразу же. Просто даже не спрашивается, почему. Привыкли. Привыкли, что эти вещи надо поменять, они дешевые, они не стоят дорого. И поменять их просто надо сразу. Это обязательно. Скажи, покупая у вас велосипед, получается, гарантия, что не будет трещины, что рама будет упругая. Да. Мы даем гарантию на каждый велосипед, который продаем человеку. Во-первых, мы даем гарантию на работу месяц. То есть, что на протяжении месяца, если у него растянется тросик, разрегулируется задний переключатель, не будет тормозить или что, он может свободно приехать, и по гарантии мы все это сделаем. Второе, есть закон о рекламации. В течение двух лет мы отвечаем согласно закону по рекламе. Даже на АБУ? Да, два года. Каждый, каждый клиент, который купил товар в Польше, имеет право два года на рекламацию. Два года. То есть, поэтому, имеется в виду, если было, например, укрытая ВАДа. Например, трещина, мы продали велосипед с трещиной, приезжает человек и говорит, трещина. Ну, мы должны тогда взять и принять эту рекламацию. Это не гарантия, это рекламация. Вы возвращаете деньги или даете другой велосипед? Есть, согласно этому законодательству, можно выбрать несколько вариантов. Первое, это поменять на такой же самый товар, что, в принципе, невозможно, можно на подобный поменять, но это опять подугоднение с клиентом. Второе, вернуть ему деньги. Третье, обнизить цену товара. Единственный плюс в этом законе, например, для самого продавца, когда рекламация идет первый раз, он может принять, что он предложит человеку. То есть, не может клиент прийти с первой рекламации и сказать, я хочу деньги обратно. То есть, у меня расцентрированное колесо, я хочу деньги обратно. Он говорит, нет, мы сделаем, исправим, починим и дадим вам полностью сделанный велосипед, вы будете кататься. Во втором случае, если он приходит и говорит, то у меня теперь заднее расцентрированное колесо, вы мне продались таким. В этом случае, он уже имеет право попросить обратно деньги, мы их отдаем, тогда как бы человек так решится. Только, опять же, это все говорится о том, что если была вада, была какая-то проблема, с которой мы продали велосипед, и она стала явная во время езды, мешает во время езды. Если мы говорим о моменте езды растягивается цепь, это, понятное дело, в тракче зужиджа называется, что вещи, которые зуживанчив в тракче езды, они не могут подлегать. ехать к тебе через год, каждый день ездил, и что ты должен менять ему бесплатно цепь? Так это не работает. Например, покупает велосипед парень с Uber Eats, который ездит 100 км в день и наматывает годичный пробег за неделю, за две недели обычного человека. И он приезжает, говорит, что растянутая цепь, съеденный привод, тут уже это не действует. К сожалению, к сожалению, человек зужил этот напад быстрее, он может и ночью кататься, и днем, и без перерывов. Тут есть грань, четко, и сразу скажу, четко, грани какой-то нету. Всегда есть какой-то компромисс, с которым надо общаться с клиентом, идти на уступки. Ну, и логика тоже должна присутствовать. На чем у вас больше акцент, на продаже велосипедов или на сервисе? С чего вы больше зарабатываете? Зарабатываем, в принципе, из того и с того. Просто продажа у нас идет как бы отдельным жрутам дохода, сервис идет отдельным жрутам дохода. То есть мы стараемся как-то делить, чтобы у нас сервис окупал самого себя. То есть первые месяцы это было сложно, потому что мы еще не были такой раскрученной точкой. Мы сейчас не до конца раскручены, просто клиентов становится все больше и больше, поэтому как бы сервис начинает потихоньку себя окупать самому. То есть отдельно сервис, он оплачивает и запчасти, которые мы затратили, отдельно оплачивает и зарплату работников. Отдельно идет, естественно, продажа велосипедов. Велосипеды у нас делятся на разные категории, то есть отдельно есть стойка с горными велосипедами. У них тоже цена разница, то есть есть велосипеды по 600 по 700 золотых то есть они больше такие детские подростковые велосипеды ну и цены дальше могут расти потому что в зависимости от велосипеда этого состояния от его оборудования цены могут тоже расти например какие-то такие старые такие велосипеды ретро которые были очень популярны и в какое-то время и они в хорошем состоянии сохранились то они могут стоить дорого потому что группы грето как такой ностальгический жанр велосипеда что ты можешь сесть на какой-то старый трек которому там 30 с чем-то лет а его состояние как будто ты его только что только что купил с магазина либо точно так же ты велосипед который очень ходовой то есть очень ходовой велосипед его очень много берут допустим именно такой например геометрию рамы такие колеса допустим самое там распространяемо это 20 21 дюйм рама 26 колеса люди прям охотно смотрят берут потому что в основном ростовка людей это 180 175 180 сантиметров также у нас есть дамские велосипеды сейчас становится немножко меньше потому что все таки девушки сейчас под конец сезона понимают что сезон конец сезона тоже можно и на работу в принципе с ветерочком на улице прокатиться на велосипеде то есть они тоже могут выбирать такой велосипед у нас есть и такие велосипеды есть отдельная каста людей это шоссейные велосипеды то есть тут уже немножко цены растут потому что велосипеды Эти шоссейные, они как бы собираются из очень дорогих материалов, именно сами вот эти вот технические составляющие, они очень дорого стоят. Тоже есть, конечно же, и подешевле какие-то варианты, и подороже какие-то варианты, то есть на каждый густ каждого любого человека у нас есть велосипеды. Точно так же, как и, например, как детские велосипеды точно так же имеем. Имеем тоже кроссовые велосипеды, именно кросс-трекинг это для людей, которые хотят путешествовать. То есть именно в путешествии, на какие-то дальние расстояния, из-за того, что большое колесо, оно не такое широкое, как горное, поэтому оно позволяет быстрее разгоняться, держать постоянную скорость и при этом не так быстро уставать, как на горном велосипеде. Скажи насчет сезонности, ты вспоминал. Да, сезонные. Что зимой? Естественно, зимой возникают проблемы, хотя в той зимой, по счастливой случайности, у нас очень много покупали велосипедов новых. Хотя были морозы и снег. Были морозы, лежал снег, люди приходили, я возьму, куплю, сойдет снег, я буду кататься. И все, он прокатился на снегу, ему все понравилось, говорит, мне все классно, мне все хорошо, я его беру. Но этой зимой, возможно, мы планируем ввести точно так же какие-то зимние виды спорта, что-то типа сноуборды, лыжи, возможно, даже коньки. Мы сейчас общаемся насчет закупки оборудования по ремонту именно такого зимнего снаряжения, то есть мы над этим будем еще работать, это ближе уже к зиме будет известно, скорее всего, появится информация на сайте. Сколько вложил денег вот в эту точку? Вкладывались мы все вместе, Катя, Сережа и я, это где-то вынесло 27 тысяч долларов. Сразу таких денег не было, сразу говорю. Мы насобирали втроем 10 тысяч долларов, сразу же их инвестировали, но потом остальные 17 пришлось потихонечку занимать у друзей, я там попросил у родителей, Катя так же сам и у родителей. То есть насобирали, каким-то с горем поплавом насобирали и вложили 27 тысяч долларов. Вопрос, как быстро отбилось? Пять месяцев. За пять месяцев удалось вытащить всю сумму в размере 27 тысяч долларов. За пять месяцев мы сделали оборот в 193 тысячи злотых с округлениями 200 тысяч злотых. Второй момент. Когда мы сделали оборот почти 200 тысяч злотых, включается фактура ватт, либо фактура ватт маржи. Что это такое? В Польше, если предприниматель переходит границу 200 тысяч злотых, он должен выставлять фактуру, так называемую. К сожалению, когда мы покупаем бушные велосипеды, это невозможно, чтобы мы получили фактуру в моменте покупки. Это нереально. Люди, которые нам придут, не выставляют фактуру. То есть сервисы, которые придут в Германии, не просто хотят это как будто бы утилизировать. Нет документации. Да, договор можно взять, покупки, но фактуру получить за это невозможно. Поэтому пришлось принять решение открыть вторую фирму. Первая была открыта на Катю. Она в какой-то момент дошла до 193 тысяч. Мы ее заморозили. Чтобы она могла дальше работать, она должна пройти полный годичный цикл. Тогда эта сумма обнуляется. И с нового года опять можно набирать 200 тысяч. Главное не перейти, чтобы не быть фактуроватым. И открыли фирму на Сережу. Джавальнич една особого, господарча. А у него сталый побыт или у него что? У него есть карта поляка, он сейчас подался на сталый побыт. Так делает это нормальная практика, когда одну фирму замораживают, открывают вторую. Я так скажу. Там, где мы покупаем, там есть разные продавцы. Вот у них сделано так, что на тещу, зятя, папу, маму это легально. Нет запрета, чтобы открыть вторую фирму. И во второй фирме человек имеет тоже свои велосипеды, продает, доходит до 200 тысяч. Он имеет право заморозить ее. Пройдет год и разморозит. Но если сейчас пройдет еще 5-6 месяцев, и вы даже раньше наберете 200 тысяч, на кого дальше? Я, я, да, открою джевальность една особого господарча, и опять будет. То есть мы просто попросили... А потом через год уже снова Катя может, да? Да, да. Вот ей осталось 5 месяцев. 5 месяцев проходит, она размораживает свою фирму и заново набирает. Да, этим все пользуются. То есть это нормальный законный способ, да? Это всем, все пользуются. Все джевальность една особого господарча, которые не имеют возможности в принципе взять эту фактуру в ад, как бы при покупке товара это невозможно. Ситуация каковая? То есть можно было бы оставить фактуру в ад, но это до конца. Мне тоже неизвестная вещь, но единственное, я понимаю, что надо насчитать 23% на стоимость товара наложить. В этом случае очень дорогой товар. Человек не будет покупать. 23% это большая сумма. Если мы будем продавать, то есть фактически говорить, вот она наложена, но эту сумму не будем изменять, как 1000 злотых стоил велосипед, перед фактурой, после фактуризации тоже 1000. Тогда он будет съедать зазор, маржу велосипеда. Те запчасти, которые ты новые покупаешь, они же с фактурой покупаются? Запчасти, да. Но в основном мы живем за счет того, что продаем велосипеды, если мы говорим... Я имею в виду с фактурой и с ватом 23%. Да, не всегда. К сожалению, сейчас нехватка запчастей, кризис очень сильный. И мы покупаем запчасти там, где получится. Там могут и выставить фактуру, могут не выставить. Но это все зависит от того, какую джиуальность ведет человек. Поэтому не на все получается взять фактуру. Основная масса денег, которая тратится в этой сфере, это на покупку самого велосипеда непосредственно. Бухгалтерия стоит такой фирмы едноособовой? 123 злотых. Всего, да? Да, в месяц. В сравнении со спулкой, там где 500, 700 и больше. Нету отчетности такой. Но если мы делаем выплаты с банкомата, не надо заполнять какие-то декларации. Я до конца, конечно, не видел в спулке тоже, как работают. Но я понимаю, что там очень сильная отчетность. Надо декларировать каждую выплату, либо вплату. Тут нету, не надо декларировать. В джиуальность едно особого господарча. Бухгалтер просит только, сколько вы заработали. Даже не просит подтверждения документов. Просит выслать. И, естественно, ну, это нету контроля. Это не говорит о том, что его не надо контролировать. Ну, то есть, все надо прозрачно делать. В любой момент вас могут проверить. Это тоже может прийти налоговая и сказать, покажите, пожалуйста, документы. И вот мы для этого храним эту бумажную документацию. На протяжении 5 лет ее надо хранить. Сколько стоит это помещение? 3 тысячи злотых в месяц. Изначально мы подписали договор. И этот договор, он заключает в том, что мы не платим за медиа полностью вся цена, 3 тысячи. Если приходит зимний период, есть отопление, есть чуть-чуть прирост, то это оплачивает хозяин. Если летом выходит чуть меньше суммы, он себе это забирает. Просто фиксированная ставка. Даже электроэнергию не платите отдельно? Ну, через 3 месяца он пришел и сказал, ну, слушайте, ребята, немножко больше, чем я планировал. Можете за энергию доплатить. Ну, мы доплатили 100 злотых. И сейчас мы платим за помещение 3 тысячи 100 злотых. Ставка? Ну, это фиксированная. Фиксированная ставка, не изменяющаяся. Вот и все. Но так как у нас много электроприборов, даже тот компрессор, который нагнетает воздух, ну, кушает очень много энергии. Поэтому, ну, понятно, почему он пришел. Ну, и без проблем просто сказали, хорошо, заплатим. Сколько мы получаем? Вот мы работаем, вот бы как бы окупился бизнес, деньги вложенные вернулись. На данный момент сегодня мы получаем, я, Сережа и Катя, от 2,5 до 3 тысяч злотых в месяц. И сервисант, например, парень, который был с Декатлона, пришел к нам работать, Андрея его зовут, он получает 3 тысячи злотых на руки. А Илья, который сейчас есть на сервисе, работает, он получает 2,5 тысячи злотых на руки. То есть это на руки, это без... Это ты имеешь в виду, это то, что официальная зарплата проходит? Да. По умове там опрации? Да, да. Умова опрации с вычетом всех ЗУСов. Очень удобно то, что мы все студенты, платится только ЗУС. Ну а свыше этих денег еще есть что-то или будет? Это же 2,5-3, это же не такая большая зарплата. Да. Но нет, ну будем развиваться, будем планировать. Поймите, прибыльный сезон – это весенний и осенний. Осенний и весенний месяца. Если мы говорим за весенний месяц, он очень прибыльный, когда все начинают набирать велосипеды. И вот мы на этом весеннем сезоне должны были как бы вытащить вложенные деньги. Не знаю, поспешили или нет, время покажет. А сейчас близится осенний сезон, когда люди будут очень... Те, кто не докупили, будут покупать, потому что все вернутся с отпусков. Дети будут в школу там ездить, к примеру. Если не будет сильных давлений со стороны власти на карантин, то надо будет покупать велосипеды детям, также себе. В Ротславе все... Каждый раз все больше и больше машин, уже страшно ездить иногда. Я человек, который на велосипеде особо сам тоже много не ездит, но сейчас уже хочу тоже велосипед себе собрать, потому что я устал в пробках проводить время. И все идет к тому, что... И постоянно делают реновацию какую-то воврослую, эти велосипедные дорожки все больше и больше появляются. Нас водители ужимают просто на рельсы. А там, где раньше машина, ездили теперь велосипедисты. Ну и вот так вот. И поэтому осенний, он должен быть прибыльный. И еще с той стороны, что очень много сервисов появляется. Те люди, которые покупили весной, они лето ездили, отдыхали, и уже надо обслужить велосипеды, приготовить. Некоторые законсервировать, в пивницу положить. Некоторые приготовить, кто зимой ездит. Поэтому вот сейчас ожидаться будет осенний, осенний как бы период, когда будет момент, чтобы заработать деньги. Не только на зарплату, но и в принципе содержание магазина и бизнеса в зимний период. Мы планировали зимой перейти на лыжи, купить стойки для лыж, полировать их, снимать верхний слой, ровнять, убирать царапины. Мы пытались уже немножечко самообразовываться в этом плане, закупать какие-то установки. Но начали понимать, что в этом сезоне тоже закроют горнолыжные курорты, как и в прошлом. Ну и будет такая же проблема, что лыжи никому нужны не будут. Ни сноутборды, ни лыжи, ни оснастка. Поэтому это проигрышный сейчас вариант пробовать. Потому что классно, когда можно было бы совместить, естественно, зимой горнолыжные, летом, осенью, весной это велосипеды. Но, к сожалению, сейчас карантин диктует нам правила. У нас для тебя есть презент. Мы тебе будем велосипед дарить. Но сейчас самый важный вопрос, разобраться, какой велосипед тебе нужен. Первое. Конкретно какой-то есть велосипед, который бы ты хотел, в детстве ездил. И именно какой-то вид, стиль имеется в виду горный, шоссейный. Ну, или горный, или шоссейный. Точно не с такими тонкими колесами. Потому что я такие велосипеды не понимаю. Где на них можно ездить? Мы попробуем сегодня покататься, чтобы попробовать, что это такое. Но решать уже можно в будущем. Всегда можно прийти и попробовать что-то новое. У меня велосипед был последний раз в детстве только. Даже не знаю, чего я хочу. Вообще на велосипедах так давно не ездил. Ну, какой-то либо горный, либо какой-то такой. Тогда второй вопрос. Где планируешь ездить? Город, горы, прыжки, трюки? Прыжки. Прыжки точно нет. Чтобы раму не треснула. Не, либо город, либо парк. Такой в городе. Хорошо. Дорожки, листья, там земля. Хорошо. Для такого вида, то есть, подходит велосипед кросс. Что такое кросс? Покажи образец. Да, да. Я сначала договорюсь, что такое кросс. Кросс – это велосипед горный, это плод любви горного велосипеда. Мейско-трекингового велосипеда. То есть, в нем соединяются три велосипеда. И сейчас я показываю, что это такое. Начнем с этого. Помочь? Нет. Нет. Велосипед имеет 28 колеса. Вау. Легче раскрутить колеса во время езды. Второе. В отличие от таких велосипедов, как здесь, например, здесь нет амортизации, такая мейская керовница, немножко такой дедовский велосипед, для дедушки, который ехать будет, который имеет болотники, фонарики. И этот велосипед лишен всего. Нету болотников, багажников, лампочек, кривых рулей. Это велосипед. Ехать по городу с возможностью горных каких-то местностей, чтобы он держал твердо дорогу. Знаем, родослов не такой, что и ровный, как оказывается. Очень много дыр. Всяких ям. И, конечно, амортизация обязательно нужна. И все-таки бы хотелось сохранить в таких велосипедах, когда его проектировали, вот эту вот позицию более простую, не согнутую, как в горных велосипедах, а более простую. И этот велосипед дает возможности горного велосипеда, но имеет позицию городского. Можно ездить, более-менее простая спина, не нагруженная. В это время 28 колеса, большие, легче разгонять. Очень большие колеса. Да. Класс. И вот эти все вещи, которые утяжеляют велосипед, делают тарахтящим, когда едете, вот эти вот старые, все это убирается, лишнее убирается. Естественно, в такие велосипеды можно добавить болотники по надобности и багажник, но все равно сама суть этого велосипеда остается, он красовый велосипед, на котором можно ездить в городе и смело не бояться поехать в лес. Смело. с семьей на какой-то, не знаю, тур, например, в лес, с ночевкой тоже. Это какой фирмы? Или тут непонятно? Это фирма суровая, абсолютно голая, она делалась на заказ. Я очень люблю, когда качественные вещи, вот тактильно, знаешь, когда сидение, руль. Вот я смотрю, здесь неплохо. Но так скажу, что всегда во время того, как примеряют велосипед, катаются, ездят, всегда есть какие-то моменты, которые можно подрегулировать, поменять сидушку, сделать руль шире, уже. Угол руля можно поменять ниже из-за того, что буква FAU здесь, можно его опустить ниже, он будет ниже и более дальше, либо он будет выше, если вывернуть. Это все больше уже в моменте езды ощущаешь. То есть, как позиция, хорошая, нехорошая, ровная, то есть, немножко согнутая, значит, надо чуть подальше сделать мостик или какие-то моменты. Это всегда можно доделать уже по факту, когда человек покупает велосипед. И вот сейчас ты будешь тестировать. Если что-то будет казаться, мы все сразу поменяем. То есть, поставим шире руль, к примеру. То есть, будем регулировать. Это регуляция. Это регуляция под рост и вымогание клиента. Велосипед призван для того, чтобы получать удовольствие во время езды. Да. На велосипеде не захочется ездить, если ну, некомфортно, неудобно. Он встанет где-то в пивнице и все. Такого плана у вас один только? Или есть еще другие? И мы будем сейчас пробовать каждый. Каждый, который есть, есть такой вот велосипед. Это мануфактура. Tour de Swiss. Маленькая фирма в Швейцарии изобрела... Руль интересный такой. прямой. Изобрела, как бы фирму создала и они производят, то есть собирают вручную эти велосипеды. И можем взять для сравнения горный. Попробовать. Мне здесь нравится, что большие колеса. Очень нравится. Да. Ну, для сравнения надо попробовать и понять. Может случиться так, что во время езды будет удобно ездить на горном. Никто не знает. Например, есть человек, который всю жизнь проездил на горном и он, ну, кроме этого, ничего не видел. И он привык. Бывают и такие. Но я больше чем уверен, тебе подойдет кроссовый. Мы сейчас в этом убедимся, когда будем тестировать. На этом велосипеде можно съезжать из бордюров. Съезжать? Спрыгивать? Да. Мягко желательно. Так, немножко как-то или сидушка высоко, или как-то я гнусь, знаешь? Как-то руль, мне кажется, что внизу. Низко руль. Есть такое. Для меня. Может, потому что у меня высокий рост, знаешь? Да, да. Во-первых, надо чуть выше сидушку поднять. Еще выше? Да. Колени согнуты. Так, хорошо. Здесь есть подножка? Нету, да? Нет. Но это все устанавливается уже по факту, когда человек приобретает велосипед. Так. Ну что, ребята, какой выбирать велосипед? Даже не знаю. Реально, оба неплохие. Выше сразу, да? Что-то сильно, мне кажется, не? Я сейчас покажу одну вещь. Когда находится в нижней позиции нога, вот здесь вот, должен быть небольшой угол. Если будет колено вот такое вот, в нижней позиции, большой угол, оно будет напряжением. Когда мы опускаем самый низ ногу, должно это напряжение снять мы должны, чтобы у нас не было постоянно уставшее колено. Поэтому для этого надо выше поднимать сидушку. Я знаю, на светофоре трудно стать ножкой. Мы тяжело достаем, но угла не должно быть большого. три подобных. Не знаю даже. На горном бы попробовать на каком-то проехать. Здесь как-то, мне кажется, как-то мало места между мной и рулем. Ого! Это тоже такой же кросс? Сейчас, дай ключ. У тебя? Это горный, да? Да, но с высокой посадкой. Нужно брать большую ростовку. Я раньше, когда видео смотрел, мне казалось, что ты ниже. Да, все так думают, что я ниже, но я очень высокий. Поэтому нужен велосипед с большой рамой и максимальными колесами. Вот это большая рама считается. 21 дюйм. И колеса сколько? Это вот рама 21, 20,5-21, и это 21. Но тут колеса 28-28. Сейчас мы берем колеса 29. И руль, который поставлен еще выше. Визуально мне вот этот очень нравится. То ли он новый, то ли... Это новый? Новый, да? Сколько такой стоит? В нашем магазине 2000 золотых. С гарантией. Дорого. Как на подарок. Нет. Эти велосипеды дешевле, но если я дам велосипед, который не будет подходить под росту, потом начнет болеть спина. Готово? Можно ехать? Да. что трещат пицы, это абсолютно это нормально. Это абсолютно новый велосипед. Спицы должны стать в свои места. Но этот подходит под рост. Вот этот классный. Вот этот крутой велик. Широкий руль. Амортизаторы мягенькие такие, классные. Вот этот мне нравится. Это да? Спасибо большое. Ребята, огромное вам спасибо. Вам тоже спасибо большое. Катя. Спасибо. Оператор Сергей. Всем рекомендую естественно, ребятам, кто вовроцвы, приходите, приезжайте сюда на покупку, на обслуживание. Также можно заказать, я так понял, у вас что-то конкретное поискать. Ремонт, обслуживание, подбор велосипедов. Всем большое спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Все ссылочки на ребят оставляю в описании под этим видео. Сайт, инстаграм, все, что у вас есть телефон и так далее. Все, пока. Пока.